Добрый вечер, уважаемые друзья! Амашева Дина Талгатовна, Национальная палата предпринимателей. Я сегодня хотела ознакомить вас с решениями Евразийской экономической комиссии в сфере таможенного регулирования. Решения, которые связаны с вопросами коронавирусной инфекции. Такие решения Евразийской комиссии приняты и уже вступили в силу. Прежде всего, это решение Совета ЕК номер 21 от 16 марта. Это решение Совета позволяет ввозить беспошлину, то есть представляется тарифная льгота на товары, которые ввозятся для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Какие это товары? Средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, диагностические реагенты, отдельные виды медицинского оборудования и материалов. Данные товары ввозятся беспошлино при условии подтверждения целевого назначения. Документ должен выдаваться уполномоченным органам, которые определяются в каждой стране. На сегодняшний день есть ряд вопросов, как применяется данное решение, на какие категории лиц распространяется данная тарифная льгота, какой государственный орган в стране выдает данный документ, каков порядок оформления документа, подтверждающего целевое назначение, как будет придаваться обратная сила данному решению. Эти вопросы все мы задали уполномоченному органу, после получения разъяснения мы вам представим подробный ответ. Сейчас я хотела бы отметить, что данное решение вступило в силу с 4 апреля 2020 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 16 марта до 30 сентября 2020 года. Таким образом, 16 марта ввоз таких товаров должен освобождаться от уплаты таможенной пушки. Следующий вопрос. Следующее решение. Решение коллегии номер 41 от 24 марта. Данным решением уже введен временный запрет на вывоз с территории ЕС ряда товаров. Это что? Это средства индивидуальной защиты, защитные дезинфицирующие средства, продукция медицинского значения и материалы. На данные средства, начиная с 6 апреля и по 30 сентября, определен запрет на вывоз с территории ЕС на территорию третьих стран. Данный запрет не касается гуманитарной помощи, физических лиц, которые увозят товары с собой для личного пользования, не распространяется на вывоз товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Евразийского экономического союза, а также при перемещении товаров внутри Евразийского экономического союза. Еще раз. Решение вступило в силу 6 апреля и действует по 30 сентября включительно. Следующее решение. Решение номер 43 от 31 марта 2020 года. Данное решение предусматривает введение временного запрета на вывоз с территории ЕС отдельных видов продовольственных товаров, таких как лук, хлебчатый, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, проса, соевые бобы, семена подсолнечника, крупа, мука грубого помола, гранулы из зерна злаков, гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки. Данные товары запрещено вывозить с территории ЕС начиная с 13 апреля по 30 июня включительно. Следующее решение. Решение Совета, которое обсуждалось буквально совсем недавно, 3 апреля. Данное решение предусматривает освобождение от возной таможенной пошлины товаров, включенных в перечень товаров критического импорта с 1 апреля по 30 июня. К товарам критического импорта отнесены картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, детское питание, соки, лекарственные средства, сырье для их производства, эндоскопы, детские пеленки, подгузники из прочих материалов. При ввозе данных товаров представляется освобождение от уплаты импортной пошлины. Отмечаю, что данное решение было одобрено на Совете, но пока еще не подписано всеми членами Совета, соответственно, еще не вступило в силу. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года. После вступления в силу данного решения информация будет вам доведена дополнительно. Пока это все решения, о которых я хотела сегодня сказать. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok